Господин Шевченко, начнем с вас, потому что все-таки теракт в России это довольно громкая тема, это ужасная трагедия и в рамках эфира телеканала СБС мы неоднократно выражали соболезнования родственникам погибших. И насколько я понимаю, в России до сих пор сохраняется повышенная степень угрозы вероятности таких терактов и сохраняется вероятность повторных атак. Учитывая то, что Россия видит в трагедии, которая произошла в Подмосковье, след США и России, и Украина, прошу прощения, как это может отразиться на передовой и означает ли это усиление активности России на фронте, на ваш взгляд? Ну, эти вопросы надо задавать не мне, а официальным лицам. Я полагаю, что на активность на фронте это никак не повлияет, потому что активность на фронте и так была достаточно высокой. И до трагических событий в Куркурс-Сити российские войска двигались вперед, взяли Авдеевку, взяли там еще какие-то другие позиции где-то. Поэтому, на мой взгляд, это никак не связано вообще с линией фронта и с ситуацией на поле боя. Это связано с большими геополитическими раскладами и большой геополитической игрой. Мне кажется, что вообще этот теракт, те, кто его планировал, направлен больше не в сторону Украины, а в сторону Средней Азии для того, чтобы спровоцировать дестабилизацию Средней Азии, которая экономически очень сильно завязана на Россию. Миллионы граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, буквально миллионы. Президент России называл цифру 10 миллионов. Работают в России, включены в российскую экономику. И задача тех, кто это организовывал, я думаю, что следствие и Совет Безопасности России ясно совершенно определят организаторов и заказчиков этого теракта, была в основном не то, чтобы еще там что-то добавить в украинский кейс, где и так уже добавлять нечего. На мой взгляд, где и так уже все понятно. Уже идет полноценный обмен ракетными ударами, беспилотниками и так далее. А вот спровоцировать ксенофобские настроения в отношении жителей Средней Азии, заставить миллионы, буквально миллионы опять-таки, вернуться обратно, создав ситуацию нестабильности в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, что даст почву для того, чтобы те же самые террористы и радикалы, запрещенного в России и в Азербайджане наверняка тоже исламского государства, могли бы вербовать себе новых и новых сторонников. Я думаю, что вообще взрыв Средней Азии – это и есть главная геополитическая задача заказчиков и организаторов этого теракта. Именно Средняя Азия является сегодня важнейшим стратегическим регионом, которым, а, крупнейшие запасы в мире урана, которые, в частности, снабжают американскую, допустим, ядерную промышленность, б, огромные запасы трудовых ресурсов, человеческие ресурсы, б, транзитные коридоры, идущие через Среднюю Азию, как бы они ни шли, через Каспий, южнее Каспия, севернее Каспия, все идет через Центральную Азию. Это и стратегический регион для Китая, и для России, и для Турции, и для всей Евразии. Поэтому я лично полагаю, что это главная цель. Но об Украине у нас, естественно, говорят, потому что, я уверен, что, если так утверждает Николай Платоныч Патрушев, у меня нет оснований не верить секретарю САЗБЕЗа, это человек ответственный и человек знающий. Не исключаю, особенно после интервью главы СБУ последнего, где он признавался в терактах на территории России, именно в терактах, то есть в убийствах или попытках убийств политиков, которые даже в Украине не приговорены к смерти. Допустим, Киева 14 лет его суд в Украине приговаривает, а СБУ его убивает. Глава СБУ об этом рассказывает на территории России. Или, допустим, Захар Прилепин, в отношении которого, я не знаю, есть приговор, нет приговора, его, значит, хвастается, что он там его взорвал, убил его у водителя и так далее, и так далее, и так далее. Владлен Татарский, который, ну, может, какие-то счеты там и были у него с Украины, но так вот тоже хвастается глава государственной службы о том, что на территории России атаковал, в принципе, гражданского человека, уже даже не включенную в военную инфраструктуру. Поэтому я лично считаю, что если вот и в этом можно признаваться, как бы так, публично, легко рассказывать, как 14 тонн взрывчатки провезли на Крымский мост, то почему бы нам исключать версию, что Украина стоит из-за организации или имеет отношение к организации таракта в Крокусе?